Это вопрос возможности России совершать преступления в Великобритании. Это обдуманный выбор России – подписаться под этим преступлением. Согласны ли вы, госпожа премьер-министр, что покушение на Скрипаля и его дочь – это незаконное деяние со стороны России? На нас давили, придумывали провокации, разыгрывали спектакли и пугали. Не жалея сил и средств, Запад хотел видеть в России своего ручного президента. Не получилось. Россияне сделали свой выбор. Что срок грядущий нам готовит и от кого ждать следующего удара? Наша страна выбрала президента. К его новому сроку готовятся не только в России, но и за ее пределами. Сочиняют новые обвинения, строгают новые палки в колеса. Но они перемелются в стружку, так же, как и предыдущие. Это прогнозы. Я Вероника Крышининикова. И мы начинаем. Кто и за что в Великобритании убивает русских? А может, история с отравлением Скрипаля – это постановка британских спецслужб? Могут ли новые подробности загадочной драмы разрушить мифы о руке Москвы? Россия выбрала президента. Но разве может Запад успокоиться? Какие новые антироссийские маневры развернутся в ближайшее время? США угрожают ударить по Дамаску. Фиктивные предлоги уже подготовлены. Возможно ли прямое столкновение США и России в небе над Сирией? Пыточный домик. Новый американский политический сериал с участием Майка Помпео и Джины Хаспел. Но какую роль они сыграют в российско-американских отношениях, которые и без того пытка? Газовая атака. Украина собирает сторонников запрета «Северного потока-2». К ним присоединились американские сенаторы. Кто еще на зло России готов отморозить уши? Украинский пейзаж перед выборами. Обыски, аресты, побеги и закон о прощении. Кого Рада лишит гражданских прав? И кем станут жители Донбасса? Избирателями или заключенными режима? Космические войска США. Повторит ли Трамп сценарий Рейгана? То есть снова покажет миру мультики и чертежи? Выборы президента России состоялись. Как подчеркнул накануне Владимир Путин, по конституции нашей страны единственным источником власти является народ. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет страна. И внешнее мнение здесь не учитывается. Даже если партнеры, в кавычках, настаивают. Предвыборная кампания 2018 оказалась самой жесткой и насыщенной из тех, что проходили в новейшей истории России. Как же старались наши противники дискредитировать институт президентских выборов? Но все тщетно. Выборы состоялись, несмотря на провокации, которые были инспирированы в разных уголках земного шара и были направлены против Москвы. Наша программа прогнозировала возможность провокаций именно в канун голосования. Так оно и вышло. И та истерия, которая хватила мира в связи с отравлением Скрипалей и предъявлением России совершенно без доказательных обвинений, еще одно тому подтверждение. Наш прогноз, противостояние и вмешательство будут продолжаться в ближайшие шесть лет. Будут бить и на внешнем фронте, и внутри России. Сколько уже потрачено на всевозможное НКО, на организацию протестных митингов, результат не очевиден. Олимпиада еще больше сплотила народ России. И даже под тяжелейшим гнетом санкций наши спортсмены смогли достичь высоких результатов. А публикация так называемого «Кремлевского списка» тоже дала противоположный эффект. Порадовала и явка на выборы. А ведь призывы бойкотировать голосование раздавались отовсюду. Газета Deutsche Welle вышла с публикации «Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России». Ведь именно провал явки был одним из аргументов тех, кто организовывал вмешательство. Мы когда-нибудь вмешивались в чужие выборы? Да, возможно, но только с благими намерениями для того, чтобы помешать коммунистам прийти к власти. К примеру, в Европе в 1947-1949 годах, а потом в Греции, в Италии. Но сейчас же мы не занимаемся такими вещами. Он только по очень хорошему поводу, только ради демократии. США и ЕС делают все возможное, чтобы подготовить почву для распространения обвинений в незаконном характере выборов президента РФ и их недемократичности. Мы не признаем аннексию Крыма и продолжаем нашу политику непризнания этой незаконной аннексии. Мы также не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму. Ну и как же в общем антироссийском хоре обойтись без сочного голоса президента Украины? Я абсолютно четко заявил протест, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях. Ибо и там россияне проводят голосование. Более того, мы собираемся ввести санкции в отношении тех, кто причастен к организации избирательного процесса. По сравнению с той ситуацией, которую спровоцировала Великобритания, потуги Порошенко выглядят мелким пакостучеством. И не стоит так болезненно на них реагировать. Собаки лают, а караван идет. Британия, утомленная неразрешимыми проблемами Брекзита, решила поменять тематику. И напугать своих граждан химатакой на собственной территории. Видимо, понравилось обвинять Россию и Сирию в применении химического оружия в пригороде Дамаска. Решили распространить эту ложь и на свою страну. Однако, нашлись в Британии и здравомыслящие люди. Лидер партии лейбористов Джереми Корбин призвал выйти из лихорадочного русофобского состояния. Новая холодная война, эскалация затрат на оборону и политическая охота на ведьм не в интересах справедливости и национальной безопасности Британии, говорит Корбин. Услышит ли эти здравые мысли премьер-министр Тереза Мэй? Дипломатическая война между Россией и Великобританией перешла в горячую фазу. Лондон пытается втянуть в нее союзников. Но они не готовы рубить с плеча. Посему Тереза Мэй пока выжимает все возможное из скандала. Консолидирует раздробленную Брекзитом собственную элиту против общего внешнего врага. Россия с большой долей вероятности несет ответственность за это безрассудное и отвратительное деяние. Либо это был прямой акт против нашей страны, либо российское правительство утратило контроль над этим нервно-паралитическим отравляющим веществом, из-за чего оно попало в чужие руки. На территории Британии пострадала наша гражданка Юлия Скрипаль. Она вылетела из России 1 марта, живая и здоровая. А сейчас находится неизвестно где, в неизвестно каком состоянии. И что самое главное, к ней по непонятным причинам нет доступа российским дипломатам. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и будет требовать от Великобритании сотрудничества по этому вопросу. Но представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт настаивает, Россия не является стороной расследования по делу отравления Скрипалей и никаких материалов не получит. А в пятницу утром газета «Телеграф» написала, что Юлия якобы сама привезла нервно-паралитический газ в своем же чемодане. Им были пропитаны вещи Юлии. Тогда почему Юлия, прилетевшая в Британию за несколько дней до отравления, не упала замертво, едва приоткрыв чемодан? Если бы Скрипали вдохнули большую дозу новичка, а по их реакции очевидно, что доза была огромной, значит смерть должна была наступить мгновенно. А если вывести быстро антидот, то есть противоядие, человек через несколько минут встанет и пойдет живой и здоровый. Но этого не произошло. В пятницу вечером посольство России в Лондоне получило от британского МИДа информацию о состоянии Скрипаля. Оно критическое. Но нет ни подробного описания, нет возможности переговорить с врачами, нет и фотографий. Посол России в Великобритании Александр Яковенко высказал предположение. А может быть с ними вообще ничего не произошло? И действительно, а может быть все это постановка, и Скрипаль, и его дочь живы и здоровы? Напомним, Скрипаль – предатель-рецидивист. Первый раз он изменил родине в 95-м, а в 2010-м, переехав в Англию на ПМЖ, он продолжал работать с британской разведкой Ми-6. И даже принимал участие в фабрикации так называемого русского досье Трампа. Но жил Скрипаль в Солсбери очень скромно, и что мешало ему принять участие в еще одной шпионской многоходовке за миллион или два миллиона фунтов стерлингов. Сценарий мог быть таким. Скрипаль с дочерью разыгрывают отравление, их увозит карета скорой помощи в неизвестном направлении. Дипломатов к ним не пускают. А в это время на весь мир разворачивается кампания под названием «Россия убивает своих граждан в Британии химическим оружием». Нация, раздробленная Брекзитом, неожиданно забывает о распрях и консолидируется вокруг внешнего врага. Именно она, страшная Россия, Путин, медведи на улицах, яды, Сибирь – все это в одночасье заполоняет передовицы английских газет. А в конце комедии на помощь приходят вездесущие британские ученые. Они-то и изобретают чудодейственное средство от газа новичок. И вот уже веселый и здоровый Скрипаль с дочерью выходят из стен так называемой больницы. Или не выходят, что тоже возможно. Но дело-то уже будет сделано. Россия – исчадие ада, дипломаты высланы, а Брекзит, если не отменен, то отложен на неопределенный срок. И еще одна деталь. Вовсю разговорился один из создателей новичка – химик Вил Мерзаянов. В конце 80-х он был начальником отдела противодействия иностранным техническим разведкам. Имел доступ к материалам особой важности. В начале 90-х ратовал за отделение Татарстана от России. В 96-м эмигрировал в США, где издал книгу о химических военных разработках в СССР. В том числе раскрыл формулу газа новичок. Наличие двух предателей в одном деле наводит на очень серьезные подозрения, что все они – действующие лица одной антироссийской пьесы. Сценарий этот будет полностью копировать историю с русским досье Трампа, которое через год окажется пустышкой. А вот санкции против России останутся в силе. По нашим прогнозам, в ближайшее время Британия усилит давление на всех россиян, находящихся на острове, а их более полумиллиона. Лондон может организовать кибератаки на российские сегменты интернета и на банковскую систему страны. И уж точно будет требовать нарастить силы НАТО у наших границ. А вот где химическое оружие было использовано и может быть использовано вновь террористами – об этом сразу после рекламы. США угрожают ударить по Дамаску. Фиктивные предлоги уже подготовлены. Возможно ли прямое столкновение США и России в небе над Сирией? «Пыточный домик» – новый американский политический сериал с участием Майка Помпео и Джины Хаспел. Но какую роль они сыграют в российско-американских отношениях, которые и без того пытка? «Газовая атака» – Украина собирает сторонников запрета «Северного потока-2». К ним присоединились американские сенаторы. Кто еще на зло России готов отморозить уши? Украинский пейзаж перед выборами, обыски, аресты, побеги и закон о прощении. Кого Рада лишит гражданских прав? И кем станут жители Донбасса – избирателями или заключенными режима? Космические войска США. Повторит ли Трамп сценарий Рейгана? То есть снова покажет миру мультики и чертежи? В Сирии, в окрестностях Дамаска, российские военные обеспечивают действие гуманитарных коридоров. Задача – дать мирным жителям возможность покинуть районы, занятые террористами. В первые дни по этим коридорам выходили лишь десятки людей. Террористы всячески мешали им. Мирные жители нужны боевикам в качестве прикрытия и для последующих обвинений в адрес Сирии и России в атаках против гражданского населения. Но в последние дни счет пошел на тысячи. Более 17 тысяч жителей смогли покинуть опасные зоны. Тем временем террористы и их кураторы, похоже, готовятся к новым атакам. В прошлых программах мы рассказывали вам о возможных провокациях террористов с использованием химического оружия в Восточной Гуте. К сожалению, наши прогнозы могут оказаться верными. На этой неделе в Совбезе ООН было жарко. Возмутителем спокойствия по традиции стала американская страна. Вашингтон собирался запретить российским ВКС и сирийским правительственным войскам наносить удары по силам так называемой умеренной оппозиции. Они выводят из-под удара террористов, окопавшихся в Восточной Гуте. И это очевидно. Ну а в случае, если Москва и Дамаск откажутся, Вашингтон готов пойти на чрезвычайные меры. Ударить по сирийской столице. Мы предупреждаем любую страну, которая захочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий. В особенности это касается сирийского режима. США по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем. Но это путь, который, как мы показали, мы вынуждены избрать. И мы выберем его снова и снова. То есть США ударят по Дамаску даже без разрешения Совбезу ООН. А ведь такое уже было год назад. Отбомбили базу Шайрат. Якобы у правительственных сил осталось неуничтоженное химическое оружие. И его могут применить против мирного сирийского населения. То есть сценарий атаки готов. Исполнители, засевшие в восточной гуте террористы. А якобы имевшие место химатаки со стороны сирийской армии, сообщили профессиональные создатели фейковых новостей из белых касок. Сегодня у нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах восточной гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертвы химического инцидента. Там уже находятся активисты белых касок и съемочная группа с аппаратурой спутниковой видеотрансляции. Российская сторона представила неопровержимые доказательства наличия у боевиков химического оружия. Вот такой арсенал был обнаружен правительственными силами недалеко от поселения Автри с восточной гуте. Главная находка – канистры с хлором. Не склад, а целая лаборатория смерти. Одними инсценировками террористы явно ограничиваться не собираются. По имеющимся данным, 5 марта нусоровцы применили в восточной гуте хлоросодержащее вещество. В результате пострадали 30 мирных жителей. Все это делается для того, чтобы подготовить почву для односторонних силовых акций против суверенных Сирии. В выступлениях сегодня некоторые делегации мы на это намеки слышали. Вразумить террористов Запад даже не пытается. Их они называют умеренной оппозицией. Восточная гута – последний оплот боевиков рядом с Дамаском – может пасть в течение нескольких недель. Но он не последний в стране и вряд ли может похоронить планы Вашингтона по свержению Асада. 13 марта начальник генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в Дамаске находятся российские военные советники, военнослужащие военной полиции и представители Центра по примирению враждующих сторон. Таким образом, любой американский удар по Дамаску Россия будет расценивать как акт нападения на своих граждан. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры как по ракетам, так и по носителям, которые их будут применять. У нас там развернута достаточно сильная группировка средств ПВО, поэтому первый вариант, который напрашивается – будем сбивать крылатые ракеты, что, кстати, может быть и неплохо показать наши возможности. Пусть С-400 поработают и посмотрим, сколько этих ракет долетит до цели. Если Вашингтон все же решится на удар, то американским военным придется в первую очередь убедиться, чтобы в местах возможных бомбардировок не оказались российские военные. В Пентагонии хорошо понимают – любое неосторожное движение может привести к прямой стычке с российскими военными. И это уже будет не просто столкновение, а самая настоящая война со всеми вытекающими последствиями. Мой прогноз – войны не будет. На прямые действия против России в Сирии Вашингтон не решится. У России и США есть долгий опыт балансирования на грани конфликта, и переходить красную черту Вашингтон не заинтересован и не может, когда Россия сильна. Тем временем президент Трамп основательно перетряхивает свою администрацию. Уволен госсекретарь Рекс Тилерсон. Жесткий, неумолимый глава крупнейшей в мире нефтяной корпорации, Тилерсон диктовал свой порядок многим главам государств. Но для Трампа он оказался слишком мирным и сговорчивым. Слухи об отставке Тилерсона ходили давно. Мы говорили об этом в эфире 3 декабря. Говорили и о возможном сменщике, директоре ЦРУ Майкле Помпео. Так и произошло. Помпео, в отличие от Тилерсона, выступает за разрыв ядерного соглашения с Ираном. Работу ЦРУ он обещал сделать, цитата, еще более жестокой. Он выступает за использование пыток утоплением и других так называемых расширенных методов ведения допросов. Теперь этот человек главный дипломат Америки. С такими дипломатами, кажется, и ЦРУ отдыхает. Но нет, не отдыхает. ЦРУ движется дальше, в направлении обещанном Помпео. Кандидат на пост директора управления Джина Хаспелл. Также известная, как Кровавая Джина. Мы называли ее Кровавая Джина. Джина всегда и с радостью была готова использовать силу. В антитеррористическом центре ЦРУ, когда я там служил, была группа офицеров. Приходится говорить об этом, которая получала удовольствие от применения силы. Да, все знали, что пытки не работают. Но Джина и ей подобные люди продолжали пытки, потому что получали от этого удовольствие. Они пытали лишь ради того, чтобы пытать, а не для сбора информации. Что несут эти новые назначения для России? Во-первых, агрессивность и воинственность администрации Трампа достигнут уровня, до сих пор невиданного в истории США. Конкретно к России претензии Помпео столь же масштабны, сколько надуманны. Он считает, что Россия вмешивалась в американские выборы не только в 2016 году, а, цитирую, на протяжении безумно долгого времени и десятилетиями. Россию Помпео рассматривает в качестве противника. Мы по-прежнему сталкиваемся с угрозой, исходящей от них. Мы обязаны отодвинуть, победить Россию, работать для того, чтобы сделать ситуацию наиболее болезненной для них. Мой прогноз – уровень хаотичности и агрессивности политики США от новых назначений только повысится. В этом Трамп совершенно предсказуем. На Украине в отсутствии политического скандалиста Михаила Саакашвили на авансцену выходят новые лица и добавляют новые краски. Надежда Савченко за освобождение которой Киев два года назад развернул всемирную кампанию, теперь переведена в разряд предателей, возможно, даже террористов. А сколько заговоров против президента Порошенко выявляют киевские правоохранители, даже и не сосчитать. До президентских выборов на Украине еще год, а Порошенко уже начал зачистки политического поля. Сначала выдворил Саакашвили, потом разогнал Михаил Майдан. Теперь другие политические оппоненты могут и вовсе оказаться под судом в Киеве, набирая обороты процесс над так называемыми изменниками Родины. Арест Владимира Рубана, главного переговорщика по обмену военнопленными на Донбассе, уже называют новым 37-м годом. Рубана задержали на прошлой неделе и обвиняют в подготовке покушения на президента, а также в планировании теракта в Раде, где он якобы должен был закидать народных избранников гранатами. Ну а тех, кто выживет, добить из автомата. И это не выдумка украинских блогеров, а вполне реальное обвинение СБУ. Речь идет о подготовке аналога советского дела врачей, но администрация президента слишком слаба, чтобы довести начатое до конца. Никто в Украине не верит в выдвинутые против Рубана обвинения. Подавляющее большинство рядовых украинцев сочувствуют ему и сожалеют, что план, если таковой и был, провалился. Слабость или силу Порошенко покажет то, как он будет убирать своих оппонентов. Поговаривают, что следом за Рубаном под каток украинской Фемиды может попасть Надежда Савченко. Ее СБУ на этой неделе вызвало на допрос по делу о заговоре против президента. Пока что в качестве свидетеля. Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что по данным следствия Савченко планировала устроить в сессионном зале Верховной Рады теракт. Политологи уверены, что таким образом генпрокурор сводит Савченко личные счеты. На днях народный депутат поведала журналистам свою правду о событиях февраля 2014 года в Киеве. Луценко с трибуны призвал к тому, чтобы снести власть и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Я говорила, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием. Я говорила, кто эти люди? Эти люди сейчас в парламенте. Те люди, которые отдавали приказы, которые совершали преступления, несут ответственность. Они всегда будут пытаться найти крайнего. Наш прогноз. Дело о госперевороте будет использовано Порошенко в качестве одного из главных инструментов давления на оппозицию. Рубан имел тесные связи со многими политиками. А значит, и дело будет прирастать новыми изменниками. Под колпаком СБУ могут оказаться лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, мэр Днепропетровска Борис Филатов, один из руководителей партии «Укроп» Геннадий Корбан, ну а через Савченко можно надавить и на главного конкурента президента, лидера Батькивщины Юлию Тимошенко. Напомню, именно Тимошенко фактически сделала Савченко депутатом Рады, пока та сидела в российской тюрьме. Следующим шагом Порошенко, по нашим прогнозам, станет зачистка информационного пространства. На этой неделе на квартирах оппозиционных журналистов и общественных деятелей прошли обыски основания пособничества стране-агрессору в проведении антиукраинских акций. Конец цитаты. Дальше больше. На рассмотрение Рады вынесен закон о прощении. По нему жители Донбасса, а также Крыма, которых Порошенко вскоре обещает освободить от российской оккупации, должны покаяться во всех грехах, главное из которых – сотрудничество с агрессором. После чего их ждет прощение с одновременным поражением в гражданских правах. Они не смогут занимать высокие государственные должности, избирать и быть избранными. Так поступают только с заключенными в тюрьмах и психическими больными. На уровне законопроекта обсуждается разделение украинцев на настоящих и жителей ДНР, неполноценных. Такое уже было в мировой истории, ничем хорошим это не закончилось. Мы это прекрасно знаем. Остальные граждане Украины за свои пророссийские взгляды могут и вовсе оказаться за решеткой. Если такими нацистскими методами Киев хочет вернуть в свою лоно Донбасс и его граждан, то эффект может получиться обратный. Впрочем, на жителей Донбасса Порошенко плевать хотел. Гораздо больше его тревожит цена поражения на президентских выборах. И, похоже, демократические способы политического самосохранения нынешняя украинская власть уже исчерпала. Она закручивает гайки. С этими гайками Киев справляется. А вот что делать с трубой, неясно. Смотрите в прогнозах сразу после рекламы. Газовая атака. Украина собирает сторонников запрета «Северного потока-2». К ним присоединились американские сенаторы. Кто еще на зло России готов отморозить уши? Космические войска США. Повторит ли Трамп сценарий Рейгана? То есть снова покажет миру мультики и чертежи? Воровать из трубы газ, предназначенный Европе, Киев уже пробовал. Не проходит. Европейцы недовольны. Подавать в европейские суды иски на арест имущества «Газпрома», включая тот самый газ, который идет европейским потребителям, завел себя Киев в тупик. В Киеве паника. В результате разрыва контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом» Украина может навсегда лишиться статуса страны-транзитера. А это – потеря 2 миллиардов долларов для украинского бюджета. Последний шанс на спасение – заставить Европу отказаться от строительства «Северного потока-2». Ввод в эксплуатацию новой российской ветки намечен на конец 2019 года. После чего потребность европейцев в ржавеющей украинской трубе может отпасть сама собой. Российский газ – это не коммерция. Это политическое оружие и шантаж Кремля. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы не допустить «Газпром» до контроля над всем газовым рынком континентальной Европы. Поддержать Украину в ее желании поставить мощный заслон на пути «Северного потока-2» уже согласились Польша, Молдова и страны Прибалтики. Петр Порошенко, комментируя конфликт «Газпром» с «Нафтогазом», заявил, что после отказа возобновить поставки Киеву российская компания утратила имидж надежного партнера. «Северный поток-2», по словам украинского президента, угрожает энергетической безопасности не только Украины, но и ЕС. Впрочем, в Германии главным потребителем российского топлива с такой позиции категорически не согласны. Уже в этом месяце немецкие власти собираются выдать окончательное разрешение на прокладку российской трубы. А без поддержки Берлина все старания Порошенко пойдут на смарку. Так что результат от сотрясания Киевом воздуха практически нулевой. Сегодня в Германии за «Северный поток-2» голосуют даже те, кого еще недавно вряд ли можно было заподозрить в симпатиях к России. Бывший министр по охране окружающей среды от партии «Зеленых» Юрген Тритин был ярым противником строительства первого «Северного потока». Но в отношении второго его точка зрения резко поменялась. Нравится нам это или нет, но Россия наш сосед. Мы переживаем сейчас передел всемирного энергетического рынка. И европейцы должны подумать, какое место в нем они займут. Европейская комиссия пытается сейчас затормозить строительство, финансируемое частным капиталом «Северного потока-2», подчас пробегая к методам, противоречащим международному праву. В то же самое время она использует европейские деньги, чтобы построить южный газовый коридор. В ключевой точке этого газопровода будет сидеть господин Эрдоган и решать, сколько газа пропустить к нам. Ставить заслоны на пути российского газа, по мнению немецкого политика, уже не имеет смысла. Собственные газовые месторождения в Нидерландах и Нижней Саксонии истощены. Переход на так называемую зеленую энергетику, установку ветряков или солнечных панелей пока слишком дорогое удовольствие даже для Германии. Ну а что касается американского сжиженного газа, то для его приема и дальнейшей прокачки еще нужно построить терминалы. А это требует дополнительных и внушительных вложений. К тому же при своем сжигании американское топливо выделяет гораздо больше углекислого газа, чем в случае с газом из трубопроводов. А для помешанных на экологии европейцев это большой минус. Альтернативы российскому газу нет. И даже американские санкции никак не могут коснуться Северного потока-2, потому что их вводили уже после того, как были заключены контракты на прокладку трубы. На полную проектную мощность Северный поток-2 должен выйти к 2020 году. Предполагаемый объем прокачки 55 миллиардов кубометров в год. Вместе с турецким потоком 86 миллиардов. Транзит газа через Украину в прошлом году составил 93 миллиарда. То есть для полного замещения украинской трубы Газпрому не хватает мощностей на 7 миллиардов кубометров. Наш прогноз, даже несмотря на существующий конфликт между Газпромом и Нафтогазом, какой-то объем транзита через Украину все же останется. Попыткам сорвать строительство Северного потока-2 присоединились даже американские парламентарии. 39 сенаторов написали Трампу письмо с призывом использовать все имеющиеся средства для предотвращения строительства. Этот трубопровод в обход Украины, по мнению сенаторов, приведет к началу полномасштабного военного противостояния на Украине. Ну и чего только не придумаешь ради того, чтобы навязать Европе свой сжиженный газ. Наш прогноз, у Вашингтона не хватит ресурсов предотвратить запуск газопровода. В среду в Москве главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии и экономическое и военное сотрудничество двух стран. Что касается российских комплексов С-400, Россия ускорит их поставки по просьбе турецкой стороны. А в пятницу главы МИД России, Турции и Ирана встречались уже в Астане. Они готовят встречу президентов трех государств. Повестка дня саммита расширится. Новые кадровые назначения Трампа подтверждают самые агрессивные намерения администрации США на Ближнем Востоке. Выход из США из ядерного соглашения с Ираном президент Трамп не раз обещал. Рекс Тиллерсон был против этого. Зато новый госсекретарь Помпео рвется в бой против Ирана. Наш прогноз, Трамп разорвет это соглашение уже в мае. И это будет означать новый резкий виток напряженности и насилия на Ближнем Востоке, который, конечно же, затронет и интересы России. Как будто не хватает войн на Земле, Вашингтон принял решение создавать космические войска. Президент Трамп назвал это решение, цитата, «отличной идеей». Конец цитаты. На военно-промышленный комплекс он всегда рад потратиться, в отличие от социальной сферы. Президент Дональд Трамп заявляет о создании в США нового рода войск – космических. Вообще-то, звездными войнами в Пентагоне грезят давно. Первые военно-космические разработки начались в США еще в начале 60-х годов, когда обсуждался так называемый проект «Звезда смерти» – космическая станция ВВС США на орбите Земли. Но президент Никсон посчитал план военных утопий. В следующий раз о «Звездных войнах» вспомнил Рональд Рейган. Знаменитая программа «СОИ» хоть и существовала лишь на бумаге и в мультиках, но благодаря ей американцам удалось втянуть Москву в такую гонку вооружений, что в конечном итоге это поспособствовало развалу СССР. И вот очередная попытка милитаризировать околоземное пространство. «Моя новая национальная стратегия в космосе признает, что космическое пространство является областью боевых действий, подобных Земле, воздуху и морю. У нас могут быть даже космические войска. У нас есть ВВС. У нас будут и космические войска». Заявление Трампа о создании собственных космических войск расценили как ответ на послание Владимира Путина Федеральному собранию. Аналогов новых российских ракет «Кинжал» и «Авангард» у американцев нет. Битву за гиперзвук с Россией и Штаты проиграли. А потому Вашингтон решил делать ставку на такие виды вооружений, где США смогут оказаться впереди. США ставят на то, что космические дела у нас идут не лучшим образом по сравнению с американцами. А передив, они снова будут разговаривать с нами с позицией силы. Такой расчет у них. Либо на то, что мы втянемся в эту гонку, не потянем ее экономически и встретим участь СССР. Развалимся. Впрочем, ожидать, что на околоземной орбите в скором времени появятся межгалактические крейсеры с лазерными пушками, все же не стоит. Эксперты отмечают четыре перспективных направления, по которым США будут вести военное освоение космоса. Первое. Существенное увеличение спутниковой группировки. В нее входят спутники разведки, ретрансляции и навигации. Это глаза Пентагона на орбите, при помощи которых он собирается отслеживать пуски наших новых гиперзвуковых ракет. Деньги на эту программу у американских военных есть. Таким образом, первый этап создания космических сил может быть завершен уже в течение года. Второе направление. Создание и разработка нового вида орбитального кинетического оружия, которое называют «жезлом Господнем». Речь идет о тяжелых тугоплавких вольфрамовых стержнях длиной 5-10 метров, сбрасываемых с космической высоты. Такой вид оружия сравним по силе разрушения с ядерным, но без угрозы радиоактивного заражения и может применяться для уничтожения военной инфраструктуры противника. Третье направление. Создание беспилотной орбитальной авиации. И подобные разработки в США уже ведутся. Например, экспериментальный беспилотный самолет «Экс-37Б», способный летать на высоте от 200 до 750 километров. Такие космические истребители могут быть оснащены как малокалиберными пушками, так и управляемым ракетным оружием, способным поражать аппараты противника на больших расстояниях. Наконец, четвертое и последнее направление. Пока что из ряда научной фантастики. Создание космического лазерного оружия, способного поражать во время полета российские баллистические и гиперзвуковые ракеты. Пока Рейган пугал Горбачева несуществующей системой ПРО, в наших НИИ ковалась будущая мощь российской армии. Шли работы по созданию аппаратов с ядерными энергетическими установками. Велась разработка космических платформ. Изобретались двигатели совершенно нового плазменного типа. Так что если Трамп решил посоревноваться с Россией в космосе, нам и здесь будет чем ответить. И вот какие прогнозы получились у нас сегодня. Лондон не пойдет на санкции против вывезенных российских капиталов. Высока вероятность провокаций с химическим оружием в окрестностях Дамаска. Вашингтон в мае разорвет ядерное соглашение с Ираном. На Украине развернется новый виток репрессий против конкурентов президента Порошенко. А кадровое назначение в администрации Трампа повысит хаотичность и агрессивность политики США. С вами была программа «Прогнозы» и я, Вероника Крашенинникова. Мы встретимся ровно через неделю в воскресенье в 22.00 на канале «Звезда». Мы делаем прогнозы и мы за них отвечаем.